Кремль ответил на обвинения в адрес России о подготовке покушения на Габуню. Если вы помните, с самого начала, от Песков, звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей, официально в причастности к этому инциденту, и с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае, они абсурдны и не соответствуют действительности. Вы знаете, у меня такое ощущение, что это вообще, конечно, путинцы. Представьте, все провалили. На Кадырова говорят. Я тоже, если бы я ввел следствие по данному делу, я бы рассматривал две версии Кадыров, каких людей послал, и вторая версия – это путинские спецслужбы. Вы знаете, и путинские спецслужбы в последнее время вообще все просрали и провалили. И в данном случае тоже провал. У Кадырова провалов в этом отношении меньше. Поэтому я не знаю, куда вот с точки зрения анализа, простого, первичного анализа, конечно, вначале бы рассматривал как основную версию это действие путинских спецслужб. Хотя они могли вместе с Кадыровым действовать это тоже. Кадыров отрицает причастность к поглушению грузинского журналиста? Ну, понятно, что отрицает. Ну, вот очень интересно то, что он требует извинения от Габунии. То есть, отрицает. Я, говорит, не причастен, но пусть извиниться. Что само по себе, в общем-то, говорит о том, что, наверное, причастен. Я говорю, вполне допускаю, что это спецслужбы вместе с Кадыровым действовали. Ну, здесь нужно тщательное расследование и, конечно, первоисточник. То есть, задержанный, который, в общем-то, должен петь. Слава, как останавливать будем, если все начнется? Ну, как праворщик останавливает поезд? Поезд 100 раз-два. Есть какие-то другие методы. Ни одного нет другого метода. Останавливать нельзя. Когда идет лавина, можно как-то перенаправлять что-то в процессе. Если ты вместе с этой лавиной, да, ты там можешь как-то чуть-чуть что-то куда-то направить. Русло как-то изменить. А остановить, а как ты это остановишь? Пока народ не удовлетворится, не устанет. Народ должен устать. Ну, я бы сказал по-другому. Ну, вроде не надо матом ругаться, да. Замучится народ. Вот, когда он замучается, тогда он прекратит. Потому что так долго его держали в стойле. Представляете, он вырвется, как джин из бутылки. Можете себе представить? Такой. И ощутит свое могущество невероятное. Знаете, это уже не отдельный человек. Это уже народ. А в каких-то местах просто толпа. Со всеми, да, ее вытекающими, так сказать, последствиями. С ее психологией толпы. И как вы этой толпой будете управлять? Ну, да, вы можете там как-то ее направлять, перенаправлять. Вставать на пути. Но это только хорошо у Горького получалось. Да, в город Желтого Дьявола. Помните, там глава МОП называется. Как там полицейский встал. И там толпа сразу развернулась и побежала. А-ха, побежали. Может быть, в то время бегали. Сейчас, вон, как-то навинчивают этим полицейским. Так что, это очень серьезный вопрос вы задали. Очень серьезный вопрос. На который у меня, ну, как минимум 50 ответов. Как у криминолога. А я знаю только одно. Если вот в отношении своей профессии. Да, если у меня есть 50 ответов. Значит, у меня нет ни одного. И всегда запомните. 50 ответов. Это нет ни одного. Всегда ответ должен был быть только один. Один. Такого ответа нет. Как мы встанем грудь, блядь. И не пустим. Куда мы нахер денемся? Нас закатают в асфальт. Мгновенно. Мы даже не успеем там мяукнуть. Да, может быть, тактически что-то можно будет изменить. Тактически. В определенных районах. То есть, это займет огромное количество времени. Займет огромное количество людей. И это достаточно волевой процесс. Где каждый раз нужно принимать очень точное тактическое решение. Очень точное. Чтобы не напортачить. И вообще это не перешло в стихию. Каждый раз. Сможем мы это сделать? Ну, будем пробовать. А так не обещаю. Продолжение следует. Продолжение следует...